МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Евгений Иванов. И это Цена вопроса. Игра для тех, кто знает цену вещам и считает шоппинг приятным развлечением. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню правила игры. Я представляю товар, а вы определяете его стоимость и отправляете смс на номер 899-22-22-8833. Кто даст правильный ответ или наиболее близкий к правильному вариант, становится победителем и получает приз. А теперь увидим победителей прошлой программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий приз предоставила торгово-монтажная компания Фация, Лихвинская, 16, офис 23. Сезон загородного строительства в самом разгаре. Каждому владельцу хочется, чтобы его дачный дом или коттедж выглядел презентабельно и красиво не только внутри, но и снаружи. Поэтому самое время позаботиться о благоустройстве веранды и всей территории участка. Для их отделки сегодня успешно применяется террасная доска из древесно-полимерного композита. Этот материал носит название декинг. Он представляет собой покрытие, изготовленное из смеси пластика и древесной муки, которое удачно сочетает комфорт и экологичность натуральной древесины и прочность, характерную для полимеров. Композитная террасная доска обладает высокой стойкостью к влаге, пониженной температуре и прочим неблагоприятным факторам. Что и снег, что и зной, что и дождик проливной. Особенно эти качества актуальны в российских климатических условиях. У нас ведь как? Сегодня жара по 30 градусов, а завтра снег выпал. Покрытие для наружной отделки должно стойко переносить все погодные катаклизмы. Грибки, грызуны, насекомые и прочие вредители террасной доске из полимеров тоже нипочем. По сравнению с покрытием из натурального дерева, такая доска долгое время сохраняет свой внешний вид, не создавая дополнительных забот по обслуживанию. Декинг применяется не только для отделки террас. С помощью этого материала можно обустроить детскую площадку, садовые дорожки, зону вокруг бассейна, беседку, лестницу, балкон. Можно даже скамейку сделать. Материал эконом-класса прослужит, конечно, не меньше 10 лет. Премиум-класс гарантирует 30 лет. Такая доска отличается спокойными цветовыми решениями, которые подчеркивают природную натуральность, и у нее самые высокие технические показатели. Как правило, декинг имеет двухстороннюю поверхность, более гладкую и так называемый вельвет. Благодаря рельефу поверхность не скользит, и по ней приятно ходить босыми ногами. Это особенно важно при использовании на детских площадках и возле водоемов. Террасная доска – оптимальное решение и для отделки летних кафе. Там лучше использовать настил без зазоров, чтобы женские каблуки не застревали. А вот на загородном участке зазоры можно увеличить. В этом случае пыль, грязь и вода не будут скапливаться на поверхности. Террасные напольные покрытия легко устанавливаются и разбираются. Специалисты помогут посчитать расход материала и комплектующих, а при необходимости сделать монтаж. Сертификат на 10% скидку получит тот, кто первым назовет точную стоимость одного квадратного метра террасной доски Экодек. Отправляйте СМС. Время пошло! Самые сложные виды работ на загородном участке – сантехнические или электромонтажные – лучше, конечно, доверять специалистам. Занимаясь благоустройством участка, не стоит забывать и об ограждениях. В зависимости от вкусов владельца забор можно сделать из любых материалов – кирпича, металла, дерева и даже стекла. Для террасы и летней веранды отлично подходят декоративные ограждения все из того же древесно-полимерного композита. Такие ограждения имеют эстетичный вид и при этом обладают высокой прочностью. Они успешно заменяют обыкновенные деревянные перила, не требуя при этом ежегодного ухода. Итак, время вышло. Стоимость одного квадратного метра террасной доски Экодек 2000 рублей. Мы благодарим за предоставленный приз торгово-монтажную компанию Фация. Лихвинская, 16, офис 23. Следующий приз предоставил ресторан «Форшмак» на Сибирской, 46. Существует ли такая национальная кухня, в которой каждый может найти свое любимое блюдо? Таки да, еврейская кухня тем и замечательно, что сочетает кулинарные традиции не только разных стран, но и частей света, Востока и Европы. Евреи любят праздники и дружеские компании. И в этом мы с ними очень похожи. Свадьбы, юбилеи, корпоративные праздники – отличный повод собрать друзей, родных и коллег за большим накрытым столом. Надолго запомнится и романтический ужин под живую музыку. О делах тоже забывать не стоит. Можно совместить приятное с полезным – провести бизнес-ланч или деловую встречу в уютном ресторане. Тем, кто любит разнообразие, не стоит ограничиваться блюдами еврейской кухни. Европейское меню тоже обещает много приятных и вкусных открытий. Находчивость поваров позволяет использовать один продукт для приготовления сразу нескольких блюд. Взять, например, знаменитую фаршированную рыбу – гефилт и фиш. Для фарширования чаще всего используется щука. У нее плотная кожа, которая хорошо держит фарш. Начинка делается из той же рыбы с использованием дополнительных продуктов. Вообще, рыба – один из самых часто используемых продуктов в еврейской кухне. А самое популярное рыбное блюдо – это фаршмак. Кстати, любимая многими советская классика сельдь под шубой – тоже еврейское блюдо. Рыба используется и для горячих закусок. Например, креплах. Национальные треугольные пельмени готовят из щуки, а абурикасы – пирожки из слоеного теста с судаком. Овощи можно есть любые. Самые популярные в еврейской кухне – это свекла, шпинат, баклажаны и бобовые. Чечевица, фасоль, корух нут, из которого готовят вкуснейшую пасту хумус. Марокканские евреи подарили миру рецепт ароматного супа хариро. Он готовится на бульоне из барашка с нутом и чечевицей и имеет особую шелковистую текстуру. Хариро – это и означает шелк. Десерты тоже особенные, питательные и полезные. Каждому стоит хотя бы однажды попробовать цимис из моркови с медом и пряностями или хоросет – шарики из сухофруктов с медом и орехами. А приз обязательно понравится тем, кто собирается устроить романтический ужин или провести вечер в теплой дружеской компании. Плюс карта постоянного гостя. Вам лишь нужно назвать точную стоимость блюда «Фаршмак». Отправляйте смс. Время пошло. Название переводится как «закуска», «предвкушение». Основа фаршмака – селёдочный паштет, для которого рыбу предварительно вымачивают в молоке. В селёдочную массу добавляют кислое яблоко, лук, мякиш белого хлеба, варёные яйца. А лучше всего готовый фаршмак сочетается с бородинским хлебом. Музыка Итак, время вышло. Стоимость блюда «Фаршмак» 290 рублей. Мы благодарим за предоставленный приз ресторан «Фаршмак» на Сибирской, 46. Трест.